так закончил поездочку час ехали и чуть-чуть там не цена не нравится по ходу опять плюс ануты 2030 за час это что-то совсем жуть давайте узнаем в поддержке что они думают по этому поводу здравствуйте меня зовут софья чем я могу вам помочь добрый день софья подскажите пожалуйста сейчас выполнял заказик номер заказа номер заказа 40 82 скажите пожалуйста какое плановое время выполнения заказа предварительное время поездки составляла 50 минут 46 секунд за 50 минут мы должны были получить примерно 2200 рублей а получилось 2030 получается где-то пропали еще 170 рублей так получается уточню информацию по этому заказу и вернуть к вам ожидайте пожалуйста на линии да да так смотрите сумма поездки будет пересчитана по таксометру почему так у вас было счет по фиксированной стоимости ну да так по таксометру стоимость выше и у вас не посчиталось платное ожидание нет тут вопрос не в платном ожидании скажите я правильно понимаю что у пассажира подключен яндекс плюс так да все верно то есть 10 процентов компания яндекс дала ему скидку по яндекс плюс а из-за этого на эти 10 процентов меньше получил я правильно воин фамилия рядовой петровский это залет воин вынужден будут доложить вашему командиру Ну, насчет будет пересчитано по таксометру, я объясню. Дело в том, что это просто неопытный сотрудник поддержки, ей понадобилось очень много времени, чтобы рассчитать поездку, хотя на самом деле у нее все это есть в расшифровке. У нее есть сколько стоит подача, сколько входит туда минут, километров, сколько было время в пути плановое, считается только по плановому времени, потому что это фикса. Платного ожидания там практически не было, то есть мы уложились там секунду в секунду. Если бы она сейчас перерасчитала, ей бы просто дали по шапке и все. То есть отказавшись от пересчета, я ей просто сэкономил нервы и время. Тем более, что другим водителям в этой ситуации никто ничего не будет пересчитывать. То есть я позвонил, попал на неопытного сотрудника, поэтому могли пересчитать. Но по факту проблема совершенно в другом. И мне она была известна еще когда мы ехали, я просто открыл, посмотрел плановую цену, там кто-то строит какие-то догадки, говорит непонятно почему, Яндекс считает. Все было четко понятно. Поездка по плану была 50 минут. За 50 минут нужно было получить с пассажира 2300 рублей. 10% от этой суммы Яндекс подарил пассажиру. Мне из них полагалось на еще 30% меньше. То есть из этих 200 с копейками рублей Яндекс должен был забрать свою комиссию. Я недополучил там 160 рублей. Но сейчас разговор с поддержкой занял больше времени. То есть я сейчас 10 минут потратил на то, чтобы пообщаться с поддержкой. За это время не заработал те же 180 рублей. Поэтому делать этого смысла нет. Но сейчас я звонил исключительно в показательных целях, чтобы вы понимали, сколько стоит вот эта вся история, сколько стоит поездка, какая плановая цена этой поездки. То есть плановая цена должна была быть 2300 рублей. Ну а для пассажиров, уважаемых, имейте в виду, не выходить под Falcon это неправильно. Подал машину, проставился на месте, приходит сообщение, уже выхожу. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Понял. Продолжение следует... Прямо сельскохозяйственное, да? Угу. То, что я там крутанулся и сэкономил себе 3000 рублей, которые я мог получить штрафом, и неопытные водители там получают эти штрафы. Вот как раз в этом заключается проблема с единицей. Это раз. Второе. Пассажир был не пристегнут. То есть у нас проблема с оплатой. Мы недополучили деньги. У нас... Пассажир не пристегнулся. Неверно указан адрес. Конечный адрес указан не там, где я высадил пассажирку. Ну и Яндекс Плюс у нас попадает под категорию «Другое». Вот. Собственно, я объясняю, почему я таким пассажирам ставлю единицы. И я их ставлю просто без звонка в поддержку. Мне это все, что мне сейчас рассказала поддержка, было понятно еще в начале этой поездки. И всю эту поездку я ехал, ну скажем так, с плохим настроением. Исключительно из-за Яндекса. Не из-за пассажира. Пассажир тут ни при чем. Но пассажиру я ставлю единицу для того, чтобы меньше с ним встречаться. Потому как мне не хочется выполнять поездки с пассажиром, из-за которого я могу получить штраф 3000. Из-за которого в случае ДТП я могу сесть в тюрьму на 4 года, из-за того, что она была не пристегнутой. И из-за которого я просто получаю меньше за свои поездки. Каждую поездку с ней я буду получать меньше. И лишь одну из 10 поездок я буду получать как обычно. Поэтому такой пассажир мне и даром не нужен. Ну вот как-то так. А да, совсем забыл. Уважаемые сотрудники Яндекс. Вы хотите давать Яндекс Плюс за счет водителя. И реально верите в то, что водители при этом будут больше зарабатывать. Нет, не будут. Они будут больше тратить денег на ремонт своих автомобилей. Потому что у нас будет больше дешевых поездок. И больше амортизация автомобиля. Больше затрат на ремонт, на ТО и так далее и тому подобное. Я сегодня был на ТО. Заплатил только за работы 6800. Без учета фильтров масляных, воздушных, топливных. Только за работу 6800. И сколько бы я поездок не сделал, это зависит не от количества поездок, а от пройденных километров в этих поездках. Соответственно, чем дешевле поездка, тем больше километров приходится проезжать за те же самые деньги. Поэтому, давая скидку из моего кармана пассажиру, вы делаете так, чтобы мой автомобиль быстрее пришел в негодность. Поэтому нам, водителям, это не интересно. Просто есть огромное количество водителей, которые этого не понимают. Они действительно думают, что если есть вот такая вот акция, и Яндекс будет за счет нас делать скидки пассажирам, то они чаще будут обращаться в сервис. Да, чаще, но только за дешево. А это не имеет смысла. Люди разбиваются из-за этих дешевых поездок, люди бьют свои автомобили, люди попадают в ДТП, повреждают, приносят вред своему здоровью, здоровью пассажиров. От этого страдают все. Тут нет ни одного выигравшего, кроме одного. Яндекса. Потому что с каждой этой маленькой дешевой поездки Яндекс берет комиссию конскую. В тарифе бизнес 30%. Как-то так. А, нет. Сейчас это не 30%. Сейчас эта поездка была с доплатой за точку B. Поэтому сборы составили не 29, а 29,1 плюс 3,9. Итого 33%. Вот такой вот веселый Яша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова